Потапани! Потапани! Старинный мордовский обряд моления начинается с песен возле священного дерева. Женщины украшают березу цветными ленточками и обращаются к богам за благодарностью за урожайный год. Симдиней! Андиней! Шкабавас! Шевалдиней! Симдиней! Андиней! Раньше праздник уборки капусты отмечали многие народы нашей страны. Сейчас эту традицию забыли. В мордовском селе Лесное Цыбаево решили возродить обычаи и в рамках осеннего фестиваля проводят капустки по-цебаевски. Участники творческих коллективов показали зрителям, как проходил этот праздник у мордвы несколько веков назад. Прошли летние все уборочные, все прошло. Осень – это когда к покрову уже и свадьбы играются. Урожай весь собран. И поэтому мордва раньше делали обряды, благодарили всех богинь и Паксева, и Лугава, и Модова, и Шкабова. После молебна садились за стол, потом наряжали капустных баб. В традиционном празднике приняли участие представители коренного населения республики – русские мордва-татары. Фестиваль «Золотой осени», посвященный народному празднику капусты, прошел в Лесном Цыбаеве второй раз. И снова на импровизированной площадке собрались ценители старинных традиций и обычаев, творческие коллективы и местные умельцы. В этом году мы сделали уже наши обряды как в театральной постановке. Это больше похож, скажем так, своего вида народный мюзикл. Праздник урожая дался на славу. Жители окрестных сел и деревень представили на ярмарке все, чем богата мордовская земля. Грибы, фрукты, овощи, молочные продукции, кондитерские изделия. По словам главы Темниковского района, такие фестивали очень полезны для жителей республики и соседних регионов. Это развитие событийного туризма, который позволяет в район привлечь внимание, популяризировать его, популяризировать те или иные сельские поселения, придать им колорит. Ну и привлекая людей, насытить их жизнью, эти сельские поселения. Кроме яркой концертной программы, на празднике была представлена народная кухня. Татарские жареные пирожки с мясом, мордовские блины, огромные котлы с сухой и шурпой. Все желающие могли принять участие в любом действии. Гости национального праздника в лесном Цибаеве могут не только со стороны посмотреть за мордовскими традициями и обычаями, но и сами принять участие в фестивале. Например, в настоящей печи испечь традиционный мордовский блин. От желающих принять участие в рубке капусты не было отбоя. У деревянного корыта было не протолкнуться. Старинные инструменты передавали друг другу, чтобы каждый внес свою лепту в общее дело. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.